Что такое тромбы и почему они образуются? Какие первые симптомы образования тромба? Что чувствует человек при тромбозе и тромбоэмболии? Как уберечь себя от тромбообразования? Об этом узнаете, досмотрев видео до конца. Наш организм обеспечивается кислородом и полезными веществами за счет постоянного движения крови. Нарушение проходимости сосудов приводит к тяжелым последствиям. Наиболее часто снижение скорости продвижения крови происходит вследствие образования тромбов, либо закупоркой сосуда, прилетевшим тромбом. Что такое тромбы и почему они образуются? Тромбы являются результатом образования сгустка крови. Это происходит при повышении свертывающей системы крови и называется гиперкоагуляцией. Также тромбы на стенках сосудов могут возникнуть вследствие нарушения его диаметра. Это происходит при формировании атеросклеротических бляшек и при длительном спазме. Тромбы образуются на стенках глубоких вен нижних конечностей при варикозном расширении венозных сосудов. Иногда размеры тромбов могут достигать 10-15 сантиметров в длину. Наличие таких тромбов опасно отрывом частичек их и развитием тромбоэмболии. Тромбы образуются на стенках артерии при атеросклеротическом поражении. Они постепенно закрывают сосуд и это приводит к ишемии или кровоизлиянию. Так может развиться инфаркт миокарда или инсульт. Какие первые симптомы образования тромба? Если тромбы образуются в венозной системе, то это происходит в сосудах нижних конечностей. Здесь на фоне расширения вен формируются участки с замедлением кровотока, а следовательно возникает возможность формирования сгустков. Особенно при повышении вязкости крови и активации факторов свертывающей системы. Формирование тромбов происходит постепенно. Вначале человек замечает появление отечности нижних конечностей, выявляются измененные подкожные вены. Потом происходит формирование тромбов в глубоких венах. Какие при этом возникают симптомы? Первым проявлением тромбоза является боль в пораженной конечности. Интенсивность боли может быть разной от умеренной до нестерпимой. Сразу вслед за болевыми ощущениями проявляется отечность голени. Отек быстро нарастает и порой распространяется на бедро и стопу. Нога приобретает бледно-синюшный вид, кожа лоснится. В некоторых случаях при быстрой реакции микрососудов возможна гиперемия. Также изменяется температура пораженной конечности. Вначале отмечается понижение местной температуры. Однако при присоединении воспалительных проявлений формируется очаговая гиперемия. Признаками тромбоза являются боль, отек и изменение температуры. Если образуются тромбы в сосудах головного мозга, то последствием является инсульт, клинические проявления которого зависят от локализации и размеров пораженного сосуда. Но чаще всего первым проявлением будет головная боль. Тромбообразование сосудов сердца вызывает инфаркт миокарда. Здесь также первым симптомом приступа будут болевые ощущения и затем формирование проявлений сердечной недостаточности, отдышка, сердцебиение. Что чувствует человек при тромбоэмболии? Тромбоэмболия является тяжелым осложнением тромбоза. Возникает тромбоэмболия вследствие отрыва всего тромба от стенки сосуда или частички большого тромба. Такие эмболы попадают в центральный кровоток и могут вызвать блокаду прохождения крови через отделы сердца, тогда возникает остановка сердца. Если стоком крови они попадают в легочную артерию, то формируют либо тромбоэмболию ТЭЛА мелких сосудов с развитием инфарктной пневмонии. Либо при поражении более крупных сосудов развивается острая дыхательная недостаточность и остановка сердца. При развитии ТЭЛА возникают боли в грудной клетке, отдышка. Это тяжелое осложнение тромбоза, часто заканчивающийся летально. Тромбы могут проходить малый круг кровообращения и попадать в большой круг кровообращения, где серьезным осложнением является тромбоз мезонтериальных сосудов. На фоне закрытия просвета сосуда, обеспечивающего кровоснабжение кишечника, происходит ишемия и гангрены участков кишки. Данное состояние требует экстренной хирургической помощи. Человек в данной ситуации ощущает боли в животе, рефлекторно возможно развитие тошноты и рвоты, жидкого стула. Как уберечь себя от тромбообразования? Необходимо использовать продукты и медикаменты, разжижающие кровь. Среди природных средств необходимо использовать как можно чаще в пищу свеклы и помидоры, лук и чеснок, шпинат и цитрусовые. Это естественные помощники против тромбообразования. Также следует вести активный образ жизни, правильно питаться, не допускать излишнего веса. Женщинам, принимающим гормональные средства, контролировать параметры свертывающей системы крови. Из доступных медикаментов можно ежедневно принимать 1 четвертую часть таблетки обычного аспирина. Но помните, что выпивать его надо только после того, как поели. Берегите себя!